Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Пожары в Калифорнии и что делать во время лесных пожаров Климатический обзор за неделю Пример доброты и человечности из графства Уэст-Йоркшир За последнюю неделю сильные пожары, начавшиеся в октябре 2017 года в штате Калифорния в США, достигли критического уровня. Губернатор штата вынужден был объявить чрезвычайное положение в регионе. В округах Вентура и Санта-Барбара 260 тысяч жителей остались без электричества. Свыше 200 тысяч человек со времени появления пожаров вынуждены были оставить свои дома. На юге Калифорнии было эвакуировано свыше 180 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация возникла в округе Вентура, где огонь охватил 46,5 тысяч гектаров. В округе Лос-Анджелес у города Сильма огонь охватил 6200 гектаров, у города Санта-Клорида 2800 гектаров. В округе Сан-Диего у города Фолбрук огонь охватил 1600 гектаров. Пожары в 2017 году стали самыми смертоносными в истории Калифорнии. Всего огонь угрожал тысячи домов. Эвакуировано 23 тысячи человек. О том, что делать во время лесных пожаров и как спасти себя и других, смотрите в конце выпуска. 2 декабря Италия В провинции Кунея прошли сильные снегопады Франция На юго-востоке страны прошли обильные снегопады. В департаментах Вар и Бождюрон выпало 30 сантиметров снега. Вьетнам В городе Нячанг в результате сильных дождей потоплены улицы. Греция В перифериях Эпир и Западная Греция в результате наводнений и оползней, вызванных проливными ливнями, повреждены десятки домов. Болгария В благо Евградской области, в районе селения Долен, из-за обильных дождей сошел оползень. Пострадало 8 человек. Индия Остров Лакшадвип пострадал от циклона Окхи. В течение дня на планете было зафиксировано 294 землетрясения. Из них 52 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. 3 декабря Австралия В северо-восточных районах штата Виктория прошли аномальные сильные дожди. В городе Ерово за сутки выпало 220 мм осадков. В городе Эчук рекордные с 1858 года 123 мм. В результате дождей 6 рек вышли из берегов, затопив прибрежные зоны. Эквадор В провинции Манаби произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, в результате которого были повреждены десятки зданий. В течение дня на планете было зафиксировано 244 землетрясения. Из них 46 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,4. 4 декабря Австралия В штате Квинсленд в районе Саншайн-Кост из-за сильного дождя потоплены дороги и населенные пункты. Местами за несколько часов выпало до 100 мм. США В городе Хигби, штата Миссури, пронесся торнадо со скоростью ветра до 16,6 метров в минуту, в результате которого повреждены дома. Пострадали 2 человека. В течение дня на планете было зафиксировано 314 землетрясений. Из них 54 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,9. Примеры проявления доброты и человечности В графстве Уэст-Йоркшир в конце ноября из-за сильного снегопада на обледенелом мосту автомобиль, перевернувшись, завис над пропастью. Водитель не смог самостоятельно выбраться наружу. Ему на помощь пришел полицейский Мартин Уиллис. В ожидании спасателя он сам четверть часа удерживал машину на весу. Прибывшие вскоре службы спасения помогли выбраться водителю. Как говорится в книге Анастасии Новых, в жизни настоящего человека всегда найдется место для ратного подвига. Как говорится в народе, душа всему мера. 5 декабря. Таиланд. От наводнений, начавшихся 25 ноября, пострадал 1 миллион человек. Затоплены сельскохозяйственные угодья, разрушены дороги и здания. Местами уровень воды достигает 1,5-2 метров. Соломоновые острова. Проливные дожди вызвали наводнение в провинции Гуадалканал. Эвакуировано 575 человек. Индонезия. Землетрясение магнитудой 5,1 в трех округах провинции Бенкулу повредило 233 дома. В течение дня на планете было зафиксировано 291 землетрясение. Из них 63 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. 6 декабря. Албания. Проливные дожди привели к наводнениям. Затоплена территория в 15 тысяч гектаров. Пострадало 5 тысяч зданий. Тысячи жителей остались без электричества. Из пострадавших районов эвакуировано 600 семей. Турция. В муниципалитете Арсус прошел торнадо. В течение дня на планете было зафиксировано 335 землетрясений. Из них 52 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,8. 7 декабря. Шотландия. Шторм Каролина обрушился на страну. Скорость ветра достигала 4 метров в секунду. Обесточено 11 тысяч домов. В течение дня на планете было зафиксировано 338 землетрясений. Из них 51 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,7. Самая большая красота – это любовь. И именно благодаря красоте нашей души все остальные явления кажутся красивыми. И когда наше сознание очищается, мы находим эту красоту внутри себя. Нет ничего красивее нашей собственной души. С вами Парманан Джи Махарадж. Восьмое декабря. США. В техасском городе Корпус Кристи выпал снег впервые за 13 лет. Аргентина. Вблизи поселка Никанор-Оливер пронеслись два торнадо. В Хворомека выпал крупный град. Юар. Песчаная буря пронеслась в Оркни и Стилфонтейне. Турция. Сильный снегопад прошел в городе Артвин. В течение дня на планете было зафиксировано 336 землетрясений. Из них 85 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,6. На протяжении недели в стадии извержения находилось 37 вулканов. В течение недели произошло 468 землетрясений в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 километров. Наиболее активными были вулканы Эрайвай-Юкёдль в Исландии, а также Клиа-Лейк и гора Маммод в Калифорнии. Также произошло 11 землетрясений в 30 километрах от Кальдера-Юллоустоун с максимальной магнитудой 1,7. Всего за неделю более 200 тысяч человек стали климатическими беженцами. Самое главное — в любых сложных ситуациях никогда нельзя падать духом. Человек, который умеет сохранять бодрость духа, всегда найдёт выход из любой напасти. Всегда, в каждой ситуации оставайтесь человеком. Объединение людей — залог выживания человечества. Изменение климата на Земле и значительное повышение температуры воздуха в различных регионах планеты создают условия для возникновения лесных пожаров. В засушливой среде достаточно одного удара молнии или какого-либо неосторожного действия человека, брошенный окурок, разведённый костёр или выжиг травы, чтобы возгорание территории привело к катастрофическим последствиям. Во время сильных пожаров увеличивается количество вредных примесей в воздухе. Это сильно влияет на экологическую обстановку, для изменения которой может понадобиться не один год и огромные средства на восстановление. Так же, как и в любой другой экстремальной ситуации, при пожарах в первую очередь необходимо оставаться духовно сильным и не терять самообладание. Любая проблема, казалось бы, безвыходная ситуация всегда разрешима, при том условии, что человек, не впадая в панику, сохраняет самообладание и будет действовать дружно и слаженно с другими людьми. При возникновении лесных пожаров необходимо как можно быстрее оповестить окружающих людей и соответствующие службы вашей местности. Такие пожары сложно потушить и без помощи профессионалов здесь не обойтись. Эффективность и быстрота ликвидации очага возгорания зависит во многом от осознанности людей и от того, насколько быстро будут проинформированы соответствующие службы при обнаружении пожара. Узнав о стихийном бедствии, необходимо быть готовым к быстрой эвакуации и помощи другим людям, если будет необходимо покинуть опасную территорию как можно скорее. Во время эвакуации важно взять с собой предметы первой необходимости и документы. Если эвакуация невозможна, необходимо найти безопасный район. Лучше всего для этого подходит открытое пространство вдали очага возгорания. Находясь в помещении, нужно как можно тщательнее герметизировать помещение и перекрыть вентиляционные каналы, чтобы не погибнуть от отравления дымом. Необходимо воспользоваться ватномарливыми повязками и респираторами для того, чтобы обезопасить дыхательные пути от дыма. Для этого подойдут также куски ткани и полотенца. Если во время пожара вы оказались в лесу, сохраняйте спокойствие. Определите направление движения огня, чтобы уйти в безопасном направлении. Движение огня обычно происходит в направлении ветра. В случае стремительного приближения огня, необходимо отступать как можно быстрее, пытаясь обойти пламя с наветренной стороны. Открытые участки тела, лицо, голову и другие нужно закрыть одеждой. Перемещаться рекомендуется подальше от деревьев. Если шансов покинуть зону возгорания нет, нужно найти водоемы и наиболее возвышенные каменистые или открытые пространства. Необходимо знать, что находиться возле деревьев нельзя, так как они могут загореться и упасть. В условиях стихийных бедствий самое главное — проявление человечности, участие и взаимопомощи людей друг к другу. Добро, созидание, взаимовыручка, помощь людей друг к другу — всё это есть самые универсальные и действенные методы разрешения любых проблем и ситуаций. О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли, мифах и реальности относительно текущего положения человечества и многом другом смотрите в разделе на канале «Геоцентр». Дыхание жизни, научные разработки, новые технологии. Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com. Статья «Команда проекта «Климат-контроль. Единство в духе порождает единство в мире». Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefiscience.org и в докладе учёных AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok